Инженерные системы, в частности водоснабжение и отопление, претерпели существенные изменения за последние 10-15 лет. И одно из кардинальных изменений это переход от тройниковой системы разводки трубопроводов к коллекторной. И центральная часть такой системы это коллектор. Меня зовут Евгений и сегодня я вам расскажу о коллекторе. Итак, поехали! Принцип коллекторной разводки заключается в том, что каждый прибор подключается отдельной трубой. В отличие от тройниковой системы, где подключение прибора происходит через тройник по ходу движения рабочей среды. Такое решение дает несколько преимуществ. И первое это комфорт регулирования. Как правило устанавливают коллекторы с отсечными или регулировочными клапанами. И управление всей коллекторной системы находится в одном месте в коллекторном шкафчике. И когда нужно будет перекрыть кран, не нужно лезть в какое-то труднодоступное место, например, в ванну, чтобы перекрыть нужный кран. Также при аварии можно перекрыть только нужный отвод крана без перекрытия всей системы. Второй плюс это сглаживание перепадов давления. Это, наверное, самый большой плюс этого типа разводки. Скачки давления могут быть как в самой водопроводной сети дома, например, или от одновременного использования сантехнических приборов внутри квартиры или дома. Такой эффект достигается за счет конструкции самого коллектора. Размер основной балки больше, нежели размер и диаметр отводов. При входе жидкости в основную балку идет замедление потока жидкости и равномерное распределение его по отводам. В идеальном случае подводящая труба к коллектору также должна быть меньше, нежели диаметр основной балки коллектора. И третий плюс это надежность. Количество соединений при установке коллектора уменьшается в разы, а чем меньше соединений, тем больше надежность всей системы. Сторонники традиционной схемы разводки приводят несколько аргументов против коллекторной. И самое главное, по их мнению, это дороговизна такой системы. Но с этим можно поспорить. Когда говорят, что при коллекторной схеме необходимо покупать дорогой коллектор и сравнивают эту схему с коллектором и без, то это не совсем правильно. По правильному необходимо сравнивать стоимость коллектора со стоимостью всех кранов, которые установлены в тройниковой системе. Так как вы понимаете, разница по стоимости будет не очень существенная, а то и вообще ее не будет. Единственное удорожание это метраж трубопроводов. Их действительно будет больше. Хотя если мы говорим о системе водоснабжения в квартире, то разница будет совсем небольшая. К более-менее существенным недостаткам коллекторной системы можно отнести время монтажа и необходимое место для размещения коллектора, которое не всегда присутствует. Но и эти минусы не глобальные. Их все перекрывают красота итогового результата. Здесь стоит отметить, что коллекторы делятся в зависимости от области применения для водоснабжения и отопления. Последние же делятся также на коллекторы для систем радиаторного отопления и системы теплый пол. Сегодня подробно рассмотрим коллекторы для систем водоснабжения, а в следующем выпуске для отопления. Итак, для водопровода производители предлагают несколько видов коллекторов. Самый простой это балка с отводами без какой-либо арматуры. Он дешевый, но неудобный. Второй вид это коллектор с шаровыми кранами. Это позволяет отсечь необходимый отвод, но функция регулирования недоступна. И третий вид это коллектор с вентилями. Он является самым эффективным, так как позволяет и перекрыть, и отрегулировать необходимое количество жидкости для определенного отвода. Изначально может показаться, что на этом разница заканчивается. Но это не так. Нельзя игнорировать такой важный показатель, как межосевое расстояние между отводами. Чем больше это значение, тем проще и удобнее подключать и сам коллектор, и трубы к отводам. Большинство производителей предлагают коллекторы с межосевым расстоянием 38-40 мм. Хотя также есть модели с межосевым расстоянием 45-50 мм. Но есть и меньше, например, 36 мм. Пропускная способность это также очень важный показатель. Чем больше будет значение КВ, тем лучше будет распределение давления по отводам системы. Например, возьмем для сравнения коллектор с размером балки 1 дюйм отвода 3 четверти. Как видно, коллекторы большинства производителей имеют КВ в пределах 1-2,5 м3 в час. Но есть и аналоги с большей пропускной способностью. В первую очередь это зависит от конструкции коллектора. Большинство производителей имеют в ассортименте коллектор с наклонным вентилем под углом 45 или 90 градусов. Но аналоги с большей пропускной способностью имеют прямую конструкцию. Они есть в ассортименте Овентроп, Калэфи и Камап. В первую очередь могут отличаться размеры магистральной балки 3 четверти или дюйма. Диаметры ответвлений могут быть как полдюйма, так и 3 четверти. Окончание могут иметь как стандартное резьбовое исполнение или же евроконус. Последний вид нам более удобен, так как позволяет создать соединение намного быстрее. Стандартное количество отводов это 2-3-4-5, также коллекторы между собой очень легко соединяются. При выборе вентильного коллектора обращайте внимание на качество клапана, чтобы не было люфта. Это проверяется при открытии вентиля. Кроме этого обязательно загляните внутрь и проверьте насколько высоко поднимается тарелка клапана. Чем выше поднимается тарелка, тем больше пропускная способность отвода. Плюс посмотрите, чтобы на ручке были сменные шильдики в количестве двух штук. С помощью первого можно обозначить цветом принадлежность коллектора холодной или горячей воде. С помощью второго можно установить указатель подключаемого прибора. На этом все. Надеюсь, что информация была для вас полезной. В следующем выпуске я расскажу вам о коллекторах для систем отопления. А пока ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok